Налоговые органы сегодня подвели итоги прошедшего года и наметили основные векторы развития. Что ожидает налогоплательщиков в этом году, смотрите далее. Укрыться нельзя оплатить. Запятую законопослушный гражданин поставит правильно. Оплаты налогов не избежать. Тогда надо сделать эту процедуру максимально комфортной и удобной для плательщиков, считают в управлении. У налоговиков впереди масштабная работа по внедрению новых форматов обслуживания. С 1 июля текущего года отменяются налоговые декларации для тех налогоплательщиков, кто находится на упрощенной системе налогообложения и применяет онлайн-кассы. В этом случае мы уже не будем от них требовать налоговую отчетность, а сами будем проверять те доходы, которые получил наш налогоплательщик и правильно ли он их исчисляет. Чтобы обеспечить комфортный переход на новый налоговый режим, специалисты наметили круглые столы обучающей семинары с целевой аудиторией. Эффективнее работать позволяют и цифровые технологии, так и онлайн-голосование по особо важным вопросам. Опросы позволяют грамотно выстроить партнерское взаимодействие. Что касается основных показателей, по итогам 2019 года бюджет дополнительно поступило более 12 миллиардов рублей, в том числе без проведения налоговых проверок 385 миллионов. При этом количество выездных налоговых проверок снизилось на 27%. Темп рост поступлений обеспеченный управлением в 2019 году выше темпа роста в среднем по Привожскому федеральному округу почти на 4% пункта. Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2019 году достигло 30 миллиардов рублей. Хорошую динамику нам показал единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложений. Как я уже сказала, рост составил порядка 17%. Обеспечено увеличение поступления налогов на имущество в целом по группе имущественных налогов. Значительный рост поступления по транспортному налогу, а это 115%. Такие показатели позволяют налоговым органам Чувашии второй год подряд занимать лидирующие позиции второго места по ПФО и быть в десятке лучших по стране. Взаимодействие с прокуратурой и службой судебных приставов помогло увеличить и страховые взносы от индивидуальных предпринимателей на 26%. Лучшей по итогам ежегодного межрайонного экономического соревнования в этот раз стала инспекцией Федеральной налоговой службы номер 7. Она обслуживает налогоплательщиков Козловского, Красноармейского, Урмарского и Сибирского районов республики. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...